Четыре случая, когда придется платить налог с продажи недвижимости, даже если 5 лет владения уже истекли. Правила налогообложения доходов, полученных от продажи недвижимости, имеют множество нюансов. Всем известно, что можно продавать недвижимость, которой владел долгое время, не боясь взаимания налога с продажи. Длительность владения составляет 5 лет для недвижимости, которая покупалась собственником, а для единственного жилья, подаренной, унаследований, приватизированной или полученной по договору пожизненного содержания сождевением, этот срок уменьшается до 3 лет. Однако не всегда правило о минимальном предельном сроке владения срабатывает. Можно выделить несколько случаев, когда даже спустя 5 лет владения недвижимостью, с ее продажи придется заплатить налог. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Первое. Владел давно, а приватизировал недавно. Давайте разберем ситуацию. Мужчина получил квартиру по ордеру еще в далеком 1988 году. В 2021 году ему понадобилось обменять эту квартиру на другую, меньшей площади. Но для того, чтобы продать жилье, его нужно было сначала приватизировать, поскольку муниципальную квартиру нельзя ни продать, ни подарить, ни передать по наследству. Так как это собственность государства, а жильцы лишь снимают эту квартиру по договору социального найма. Приватизация прошла успешно, сделка по продаже состоялась, но после продавцу пришлось заплатить налог со стоимости своей квартиры. 13% от цены по договору. За минусом лишь 1 млн. рублей налогового вычета. Статья 220 Налогового кодекса. ФНС не приняли доводу мужчины о том, что он владел этой квартирой более 30 лет. Ведь собственником он стал лишь в 2021 году, когда было зарегистрировано его право в ЕГРН. А минимальный предельный срок владения недвижимостью для исчисления налога отчитывается со дня регистрации права собственности. Статья 8.1 Гражданского кодекса. Идем дальше. Второе. Подарил квартиру, а потом отменил сделку. Давайте разберем ситуацию. Мужчина заключил договор дарения квартиры со своим племянником. Но вскоре они решили отменить этот договор и вернуться на исходное. По всей видимости, из-за необходимости платить НДФЛ за подаренное жилье. Они подписали соглашение о расторжении этого договора. И дядя снова стал собственником квартиры. А через год он продал эту квартиру. С него потребовали налог. Так как на дату продажи еще не истек пятилетний срок владения. Напомню, что согласно разъяснению Минфина, право собственности на недвижимость возникает с даты внесения соответствующей записи в ЕГРН. Поэтому минимальный предельный срок владения недвижимостью в целях налогообложения дохода с ее продажи отчитывается со дня регистрации права собственности на нее. В данном случае даритель стал собственником после регистрации соглашения о расторжении договора дарения. Тот факт, что до этого он владел квартирой более пяти лет, значения уже не имел. Переходим к шагу номер три. Объединенные земельные участки. Ситуация. Собственница двух смежных земельных участков объединила их в один и продала. Полагаю, что срок владения у нее в данном случае уже давно истек. Она даже не стала подавать декларацию ФНС. Но, как выяснилось, ошиблась. Позиция налоговой службы такова. Согласно земельному кодексу, объединение двух смежных участков прекращает их существование по отдельности. Возникает совершенно новый объект недвижимости с новым кадастровым номером. Поэтому срок давности владения начинает идти заново со дня регистрации права собственности на него. В результате владения двумя участками более пяти лет ей все равно пришлось заплатить налог с продажи земли. Ситуация четвертая. Расторжение брачного договора. Супруги заключили брачный договор, по которому загородный дом переходил из совместной собственности в личную собственность мужа. Спустя несколько лет они решили этот договор расторгнуть и подписали соответствующее соглашение. Дом в результате снова стал совместной собственностью мужа и жены. А через полгода мужа не стало. Жена продала этот дом и ей начислили подоходный налог. Поскольку минимальный предельный срок владения недвижимостью исчисляется со дня расторжения брачного договора. Когда у жены вновь возникло право совместной собственности на дом. Друзья, если вам потребуется помощь юриса с недвижимостью, пишите вопросы в комментариях к видео. Субтитры сделал DimaTorzok